Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, уважаемые зрители! В прямом эфире телеканала «Союз» программы «Беседы с Батюшкой» в студии Дмитрия Бродовиков. И в гостях у нас я сегодня рад приветствовать священника Даниила Рябинина, руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Отец Данил, добрый вечер, благословите! Здравствуйте! Пусть благословение Божие пребудет со всеми нами. Да, отец Данил многим нашим зрителям знаком, в том числе по программе «Беседы с Батюшкой», в бытность свою, еще студентами Екатеринбургской духовной семинарии. Он вел эту передачу «Спасибо, что сегодня пришли». Отец Данил, у нас остается последняя неделя Святой Четыридесятницы, и потом такой совершенно особый период Страстной Седмицы, остаются считанные дни до Пасхи, и такое время особенной сосредоточенности, время такой финишной, прямой, к празднику из праздников, торжеству из торжеств, как еще Светлое Христово Воскресенье называют. Поэтому начать нашу сегодняшнюю программу, наверное, хотелось бы с того, чему посвятить это оставшееся время, отметить самое важное богослужение, которое в эти дни будут проходить в храмах, их важность, а может быть, перечислить и кратко рассказать о том, почему каждый из дней Страстной Седмицы именуется Великим, что вспоминается. Я думаю, для каждого нашего зрителя это будет интересно, полезно вновь о себе это напомнить или вновь об этом узнать. Напомню, телефон прямого эфира 379-65-70, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы, постараемся на них ответить. Да, Дмитрий, действительно, впереди нас ожидает совершенно такое уникальное время. По большому счету, большинство богослужений, которые будут проходить в оставшийся период, они фактически совершаются всего лишь один раз в год. И, конечно, христианину, который как-то вот так себя позиционирует, человеком верующим глубоко, человеку, может быть, тому, кто начинает свой путь в оцерковление, вхождение в церковь, конечно, важно этот период своей жизни не пропустить. Ясно, что мы живем с вами в современном мире, и для многих из нас правильно выстроить свое время, как-то синхронизировать его с богослужебным ритмом, потому что мы говорим все-таки не только о праздничных службах и воскресных, субботниках, когда у большинства людей выходные дни, когда действительно можно как-то себя ограничить, и это время выделить. Но вот этот период, который нам предстоит всем пережить, он обозначен своими особенностями не только в субботние и воскресные дни, фактически тоже в финал, но и в дни будние. Знаете, когда говорим о Великом посте, всегда говорим о том, что вот выберите за этот небольшой период времени, хотя бы пару раз прийти на богослужение в будний день, и поймете, чем Великий пост отличается от непостного времени. Потому что в богослужебном плане поста в субботу и пятницу нет. То есть отменяются поклоны земные, да, с молитвой Ефрема Сирина. Кстати, совершается полная литургия Иоанна Затоустова и Василия Великого, соответственно, в воскресенье, и все ночные обдения воскресные, ну, в общем-то, фактически ничем не отличаются. Визуально там, ну, добавляются какие-то песнопения, оно может быть чуть длиннее, да, поется там такой маркер богослужебный Великого поста и, конечно, покаяние отверзлыми двери, как очередное напоминание о необходимости не только ограничить себя в каких-то... и совершать телесное воздержание, и ограничить себя, да, вот каких-то гастрономических, так сказать, яств, но позаботиться еще о содержании своем внутреннем. Так вот, и в этом смысле, опять же, когда мы говорим о периоде, в который вступаем, конечно, если есть возможность, а это такое возможность надо для себя найти просто, в особенности, когда время страстной недели, которое начнется в страстной седмице, если правильно выражаться, да, потому что под неделей мы понимаем воскресный день, под седмицей, собственно, будние дни, которые немножко по-другому, да, эти названия отражаются в церковном календаре, и в церковном понимании, да, выделить какое-то время, в особенности, когда седмица страстная уже, скажем так, если можно выразиться, извините, да, что будет коряво, перевалит и перейдет во вторую половину недели после среды, вот там, конечно, надо найти время и постараться посетить богослужение. В некоторых храмах, словом сказать, вот такие ключевые службы, как, ну, последование святых страстей христовых, то есть утреннее, которое будет совершаться в четверг вечером, да, утренней пятницы, у нас тоже есть такая особенность, то есть богослужение, мы говорим, утренней пятницы, да, оно совершается в четверг вечером, да, последование святых страстей христовых, вот это чтение 12 страстных евангелий, когда все собираются, и вот есть хорошая, добрая практика и такая традиция, когда вот этот вот огонь из 12 евангелий относит себя домой, зажигает лампадки или осеняет, сказать, крестным знаменем, вот вход в свое жилище. Вот часто, например, эти службы, службы Великой Пятницы, вечерней, особенно, немножко стараются начать чуть позже, там, не в 4 часа вечера или в 5 часов вечера, а в 6 или даже в 7 или еще позже, для того, чтобы вот каждый человек, кто, ну, в силу своих трудовых обязанностей находится на работе, но желает присутствовать на этой службе, которая, повторюсь еще раз, проходит всего лишь единожды в год и наполнена глубочайшим содержанием, чтобы на ней поприсутствовать. Поэтому, да, вот начиная уже фактически с пятницы вечера, вот этой недели, мы вступаем в дни Страстной Седмицы, ей предшествует, ну, если можно так выразиться, по нарастанию два таких значимых события и праздника. Первое, это, конечно, Лазарева суббота, в пятницу начинается, в пятницу будет совершаться вечером утренняя, которая уже посвящена этой теме воскрешения Лазаря Четверодневного. Это знаменательное и замечательное событие, которым открывается уже тема входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье, по-другому это праздник называется, или неделя Вай, воспоминание того, как Иисус Христос входит в Иерусалим в преддверии праздника Пасхи, и вот его торжественнейшим образом встречает народ, звучит вот это вот знаменитое приветствие у Асана Вышних, благословенно грядущего имя Господня, и так далее. Вот эта вся драматичная история, если можно выразиться так, она вот разворачивается и имеет свое начало, и было положено с момента того, как Христос воскресил Лазаря. Но здесь надо понимать, что вот в богослужебном цикле два этих события идут как бы друг за другом, да, Лазарева суббота, уже вечером все начиная на праздник входа Господня в Иерусалим, вход Господня в Иерусалим. Это вот, скажем так, в богослужебном ритме, и цикле в нашей традиции. Однако, если мы читаем Писание, то относительный промежуток между двумя этими событиями был, между тем, как Христос воскрешает Лазаря, и уже чуть позже он вместе с своими учениками входит в Иерусалим, и совершается это действительно знаменательное, значимое пророческое событие, которым Господь вот доносит, пытается донести некие внутренние, глубинные смыслы до всех тех, кто присутствовал в этот момент в Иерусалиме. Мы знаем, что на праздник Пасхи, как и на самые значимые и важные события иудейской истории, которые, безусловно, пронизаны божественным откровением и Божьим водительством, всякий уидей не то, что желал прийти, но и в какой-то степени был обязан посетить. И поэтому Пасха, предвестие Пасхи, Иерусалим, он вот как в наши дни сегодня, в дихристианской Пасхе, в Великую Субботу, в особенности, да, когда совершается это тоже удивительное событие, схождение благодатного огня, всякий желает там присутствовать, и желал присутствовать в месте, где совершалось поклонение истинному Богу. Вот поэтому вот то, что нас ожидает впереди, буквально через пару дней, это, конечно, Лазарева Суббота, воспоминания воскрешения Лазаря Четверодневного и вход Господень в Иерусалим, вербное воскресение. Все мы, многие из нас знают, что это такое, приходят в храм, чтобы вербочки осветить, их домой принести, традиция есть, чтобы они вот там, где у нас есть иконочки, там, где у нас есть молитвенный угол, в течение целого года их хранить. Это символ, символ пасхальной победы, символ того, ну вот, подобно тому, как пальмовые ветви постелали Иисусу Христу, шедшему в Иерусалим, сидящему на осленке. Подобно этому мы тоже приносим Христу вот вербы для нас, пальмовые листья для уральцев, для жителей России. Диковинка. Да, они характерны, ну хотя, в принципе, и сегодня это уже появляется и есть. Вот по поводу людей, которые в эти дни как раз-таки приходят в храм, я вот чуть попозже вас прошу. У нас есть первый звонок, дозвонился Иван из Воронежа. Здравствуйте, мы вас слушаем. У меня вопрос такого характера. Вот сказано, вот у апостола еще вот, то есть, когда я читал в книге про Терри Андрея Ткачева, он сказал там, апостол выполнил все нормы, даже сверхевангельские нормы. То есть, как понять сверхевангельские нормы, которые, то есть, говорится о том, что он там не только служил, не только молился, не только выполнял какие-то служебные молитвенные дела, а также он работал, работал, зарабатывал на кусок хлеба. Вот как это понять? Вы выше евангельского устава, вот он выполнил все, как бы вот. Понятно, но не совсем, конечно. Ну ладно. Ну вот Господь говорит в Священном Писании, да, вот попросит тебя пройти с другим километр. Вот что сделать надо? Господь говорит, пройди с ним три. Вот норма есть, да, которая дана Священным Писанием, как бы вот, да, все-таки. Ну, можно ее выполнить сверх. Вот говорится тебе, попросит тебя твой ближний рубаху, да, что надо сделать? А дай ему и штаны. И будет вот тебе сверх нормы евангельской. Если так можно выразиться, это все образы, понимаете. Немножко я не понял, там вторую половину вопроса, там, о том, как он работал или что. Я вот не понял. Но в целом, понимаете, есть некие образы. Образы. Есть заповеди любви, есть то, что, ну, можно назвать там ее максимальным воплощением, или, ну, вот, сказать, то, что выйдет за рамки чего-то там. Вот, Господь говорит о том, что пришел в этот мир не нарушить закон, а его исполнить. И вот исполнение закона Ветхого Завета для нас явилось в полноте явленной божественной любви. Вот для нас любовь очень часто ограничивается кругом наших близких людей, друзей, знакомых, семьи. И это в целом правильно. Нас за это никто не осудит и даже похвалят. Но больше этой нормы будет, конечно, любовь к тем людям, которые находятся за рамками наших друзей и к которым мы имеем, например, индифферентное отношение, посредственное. Но еще больше выражение нашей любви будет отношение к тем людям, которые нас не любят, презирают и пакости нам совершают. С одной стороны, и в первом, во втором, во третьем случае это все евангельская некая норма, если так это можно выразиться. Но мне это на самом деле как-то словосочетание не нравится. Но в первом, во втором, во третьем случае мы видим ее, ну, так сказать, все больше и больше выполнения. Но я думаю, что можно еще что-то сверх этого добавить. Но вот, наверное, как-то так. Такой вот у меня ответ. Да, но это наша такая определенная привычка, как говорится, все измерять. Сколько, чего нужно, как-то нужно сделать. До нас дозвонился Игорь Викторович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, очень приятно вас слышать. У меня такой вопрос. Правильно ли это посещать в Адилте на Пасху? Спасибо большое. Спасибо, да. Слушайте, ну, надо на Пасху в храме быть, приобщиться к пасхальной радости и, наверное, повстречаться и пообщаться со своими родными и близкими людьми. Вот у нас в русской традиции сложилась особенность служения и посещения вот так вот в таком заупокойном ключе кладбищ, мест упокоения близких родных и вообще это, кстати, заупокойный помин на Радоницу. На Радоницу. Это не богослужебное поминовение, да? Богослужебный устав такого поминовения не знает, но это традиция, которая сложилась вот в церковной среде и находит свое отображение и в таких, если можно так выразиться, обрядах, не хотел бы повторяться традициях, которые связаны с поминовением усопших. Вот пасхальный период и цикл сама Пасха это, конечно, торжество жизни над смертью. И здесь естественно ну вот наше сердце, конечно, не может не откликаться и не чувствовать как бы наших близких и родных, тех людей, которые перешагнули и перешли в иной мир и как бы вот вроде бы хочется поделиться этой пасхальной радостью и с теми близкими, о которых мы молимся и посетить место упокоения. Это, конечно, возможно сделать, и здесь никаких предписаний нет, что это делать исключительно не надо, но сам по себе пасхальный цикл и пасхальная радость предполагает некие иные переживания. И вот надо постараться, ну, если можно выразить, ими зарядиться, а вот к Дню Радоницы уже традиционному поминовению, которое становится для нас в нашей русской традиции таким особенным днем всегда. Днем помина, днем заупокойных богослужений, когда они уже совершаются, днем, когда мы посещаем кладбище, вот уже прийти спокойно и это все совершить. Но, конечно, ничего предосудительного в этом не будет, если мы в тот или иной день вот придем на могилу покойного, нашего близкого, родного, помолимся, споем пасхальные песнопения и будем радоваться и вместе с душой усопшего тому и надеяться, что Господь примет душу этого и простит ему грехи и примет его в обитель небесный. Ну, и всегда, я думаю, что и здесь мы на нашей программе очень много говорим о традиционном и нормальном поминовении усопших, да, с чем он связан. Для нас он связан с молитвой, а не с какими-то вещами, которые, так сказать, как такие вещи поганые проросли из сознания безбожного и атеистического, к сожалению, да, вот, это, конечно, это такая беда, но мы это все знаем, об этом сегодня не говорим, но в целом, вот, я думаю, что попробуйте как-то так сделать и, ну, если прям сильно хочется, конечно, придите, можно убраться, сейчас уже весна, если это еще не успели сделать, но в целом ориентируйтесь на праздник Радодицы, это самое верное время, после богослужения спокойно сходить на кладбище на могилке усопших. Следующий звонок из Екатеринбурга, у нас дозвонилась Евгения, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот в Пященном Писании написано, что Тарты Небесного не наследуют люди, ну, перечисляются, там, пьяниц, предводей, и так далее, и, значит, еще пишется, человека-хищники, вот, кто такие люди-хищники? Люди-хищники? Ну, человек-хищники, да, вот такое вот, да, хорошо, ну, это такой, мне кажется, собирательный образ, когда хищников говорится в Писании, я думаю, он собирательный в том смысле, что, наверное, речь идет не только о тех, кто присваивает себе чужое имущество, да, они обычно называются разбойниками и ворами, но, еще раз повторюсь, хищники, по-видимому, это образ собирательный, связанный с хищением, связанный вообще, ну, вот как действуют хищники, да, они, в общем-то, хотя и созданы Богом и природой для того, чтобы помогать из какой-то некий баланс, да, внутри природы сохранять, но вместе с тем, когда все это выходит из-под контроля, да, хищники, это всегда некто и нечто, кто характеризуется со знаком минус, то, что претендует и побеждает слабых, их уничижает, уничтожает, и вообще ест, да, вот, поэтому, человек-хищник, да, это, наверное, человек, можно, если так выразить современным языком, тот, который идет по головам людей, там, невзирая ни на что, который, ну, конечно, не имеет в себе любви, а действует исключительно по зову своих страстей и эмоций, наверное, опять же, как образ собирательный, используемый вот в данном случае, в данном, в этом примере, он в каком-то смысле, опять же, подытоживает вот все, что было сказано до этого, пьяницы, прелюбодейцы, разбойники, преступники, значит, и т.д. и т.п. и хищники, вот, понимаете, это вот такой вот, вот такой вот формат людей есть, и в современном мире таких тоже людей видим, но вот, да, надо как-то, кто в себе такую вот немощь видит, а точнее, чаще всего, это человек, который действует абсолютно повержен различными страстями, в том числе и злобой, ненавистью и т.д., к сожалению, не всегда его глаза открываются на свое, на свое такое большое падение и на свое состояние, состояние, ну, такого вот, в каком-то смысле, бесноватая, когда человек вот так вот находится, да, да, это, конечно, печально, поэтому так Писание говорит, что Царство Божие не наследует, но каждый, кто покается, Господь каждого примет, об этом и свидетельствует для нас праздник Светлого Христового Воскресения Пасхи. Ну, еще тоже, да, такая интересная тема, каждый, кто покается и будет продолжать свою жизнь уже по-другому. Безусловно. Уже изменив жизнь, а не так, что просто... и здесь надо всем нам, иметь понимание, потому что покаяние, это не просто рассказ Богу о своих, там, достижениях, да, Господи согрешил, там, тем, тем... Но дальше живу так, как хочу. Да, покаяние, само греческое, это слово, оно переводится как разворот, да, на 180 градусов. То есть человек идет одним путем, да, грех, есть непопадание в цель, вот, и соответственно, чтобы двигаться нужным путем, необходимо вернуться в Божие русло, для этого требуется покаяние. Но если ты обратно возвращаешься, как, там, грязное животное, опять к этой грязи, сколько тебя не отмывает, толку будет ноль. Вот поэтому всегда пастори церкви, церковь назидает нас тем, что покаяние, оно, исповедь, как факт совершенного покаяния, должно, ну, в каком-то смысле так заключаться, тем, что ты обещаешь Богу к этому более не возвращаться. Тогда это покаяние действительно действенно. Но, опять же, мы понимаем, что многие грехи и страсти, с которой в нас живут, мы с ними там справиться за раз не можем, и поэтому вот все вот как-то вновь и вновь появляется, но надо над собой работать, что время есть, жизни, вот есть, надо работать. А дальше уже посмотрим и будем надеяться, что милующий Бог нас простит и примет. У нас есть следующий звонок из Санкт-Петербурга, дозвонилась до нас Маргарита. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, отец Даниил. Я бы хотела вам задать такой вопрос. Почему священники, когда в храме кодят иконки, они идут, их по часовой стрелке кодят, а когда крестный ход, идут к Солнцу против часовой стрелки? Я никак не могу узнать, что это было. Ну, слушайте, есть такая традиция и практика. Крестный ход вокруг храма действительно совершается против часовой стрелки. Хотя мы с вами помним, если в историю немножко заглянем, не будем говорить о ком, там немножко были разногласия о том, как креститься и как ходами крестами ходить. Традиция и практика такая есть. Что касается того, как совершается кождение внутри храма, действительно так, священник или диакон, когда стоит на амвоне, он ходит с левой стороны на правую, с левой на правую. Или же, когда идет внутри храмового пространства, также совершается кождение. Это связано также с традициями, с практикой, существующим в нашем современном богослужении. То есть, опять же, самое главное здесь понимать, что такое кождение, молитва и богослужение. Ведь, да, богослужение отчасти символичное, отчасти оно складывается в некоторых исторических рамках, времени, согласно своим разночтениям и порядкам, но вместе с тем символу и образу, неким традициям мы придаем значение, ну, мы это не абсолютизируем. Это не абсолют, да? Это вот такая сложившаяся практика и традиция, связанная там с набором таких-то вот вещей богослужебных. Вот и все. Но это традиция. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так. Ну, вот у нас чуть ранее задавали вопрос по поводу посещения кладбища на Пасху. И вот очень часто так бывает, что некие церковные наши праздники, они воспринимаются как-то совсем по-другому, будь то праздник Крещения Господня, когда человек считает главным сходить и кунуться в прорубь, но не посетить богослужение, или набрать святой воды, но не зайти в храм. Вот. И одним из таких праздников, мне кажется, в частности, в череде Великого Поста является вербное воскресенье. На вербное воскресенье почему-то в храмах можно людей увидеть больше, даже, может быть, чем на пасхальной службе. И, как бы, мы сейчас, наверное, упустим, почему так происходит, тему, почему люди приходят тут за этим неким материальным символом, который они с собой могут принести. А вот я предлагаю порассуждать на тему, а как сделать так, чтобы эти люди не просто вот пришли с вербочками, осветили их или купили вербочки и унесли домой, а чтобы они потом на Пасху пришли, чтобы они потом пришли в течение Светлой Седмицы, чтобы они остались в церкви не просто как те люди, которые раз в год заходят осветить вербы, а кто, так сказать, воцерковлённые систематические? Ну, это такой вопрос, знаете, очень философский, мы, конечно, об этом можем порассуждать, может быть, даже предложить какие-то практические вещи, но в целом, вот, да, наше так религиозное сознание устроено, есть вещи и праздники, которые воспринимаются с нами как хорошие, добрые традиции, не всегда, может быть, мы в них вкладываем какое-то глубокое значение, но вот оно просто есть, и вот это надо сделать и выполнить, это хорошо. Ну, кто-то из этого очень сильно переживает, конечно, и мы тоже переживаем, и священнослужители, люди, которые уже воцерковлены, вот, но с другой стороны, мы в этом должны видеть и такой евангельский посыл, посыл того, как Господь каждого человека призывает в храм Божий, призывает к саму себе, в конечном счете. Я всегда говорю, вот мы с вами встречались как-то, помнится, то ли в этом году, то ли в прошлом, в период святок, и говорили о крещении, о святой воде, я вот всегда спрашиваю, что вот люди вот придут, водички возьмут, на службу, там потом их не видно нигде, вот ай-яй-яй, какие все плохие, нехорошие, что делать, может воду им не давать, может их там еще что-нибудь там, их там как-то вот это, всячески пытаться воцерковить. Про катахизирование, да? Да, да. Я говорю, слушайте, ну давайте просто вот этой ночью будем сугубо молиться о каждом, кто приходит в этот день в храм. Вот действительно, в будний день в храм столько людей не придет. Вот так Господь устроил этот праздник, и так сердце каждого человека откликается в этот день, и он волей-неволей, с осознанием или нет, идет туда. Не надо устраивать какие-то препятствия к этому. Нужно это все этим воспользоваться, и до человека, пришедшего в этот день в храм Божий, какие-то вещи донести, и может быть это открыть. В конце концов, должен быть священник всегда в этот день, например, в храме, освящаются вербы, всегда говорятся, и должны говориться слово о празднике. Вот знаете, ладно, вербное воскресение, да, вот Великая Суббота, вот Великая Суббота, все, после Богослужения, Литургии, да, а Богослужение, Великую Субботу, утром, всегда продолжительное, чтение, достаточно продолжительное, чтение по ремии, они все имеют, имели практическое значение в свое время, когда-то, сейчас это в большей степени ну то, что мы можем послушать, ну и как и тогда, это пророческие вещи и о Христе, и Ветхозаветные тексты, они всегда важны для нас и необходимы, что ну, давайте не будем так сказать, себя обманывать, но с Ветхозаветными чтениями многие из нас знакомы плохо, да, за Богослужение Ветхозаветные тексты практически не используются, они исключены из порядка полной литургии, например, да, сейчас их, ну нету по ремийных чтений, иногда мы их можем услышать на все начинственном мнении в Великой Празднике, вот, но как-то, если мы изучаем историю литургии, можем вспомнить, что в целом в литургии эти Ветхозаветные отрывки присутствовали, сейчас Великим Постом мы их слышим постоянно, Ветхозаветные отрывки, по ремийные чтения, там, и в литургии прежде, священных дорог и так далее, на вечерний, на часах даже, да, читаются они, это важно, это важно, пророческие вещи, там, книга Иова читается почти весь Великий Пост, весь Великий Пост читается, ну, это, это текст, ну, по своему содержанию, красоте, мыслям и прочим, ну, можно сравнить со всем Писанием, да, со всем Писанием, сравнить, вот, так сказать, там, такие глубинные корни, но вот, я что хочу сказать о Великой Субботе, день, Великая Пятница переходит в Великую Субботу, да, с одной стороны, торжество, и уже, как бы, раскрывается Пасха, даже внешне, меняются облачения на белые, уже подготовка идет, но все-таки, день Субботы сохраняется, понимаете, в этот день, мы исповедуем и говорим о том, что Христос нисходит в ад, в раю с разбойником, на престоле, вот эта тайна вся совершается, мы находимся в предвестии Пасхи, весь день, и вот в этот день тишины и покоя, это песнопение, да молчит всяко плод человече, да, поется за литургией, что происходит в храмах, батюшка, когда будет освящать куличи, яйца, Пасхи, и прочее, то, что приносится, и священник, в этот день, он освящает все, ну, вроде бы, традиция правильная, да, ночью, казалось бы, там, люди будут разговляться, постслужбы опять же придут, да, или утром на следующий день, ну, вот, вроде бы, уже все освящено, да, с одной стороны, практически понятно, но концептуально и содержательно, немного непонятно, что в Великую Субботу это все происходит, когда молчит всякоплод человече, да, и ничто же в себе не помышляет постороннего, вот, и в этот момент, вот, тоже совершенно миссионерский, катехизаторский, не знаю, просветительский момент, освящение, потому что момент освящения всех того, что там приносится, это в течение всего дня, даже до самого вечера, происходит, до самого позднего вечера, чуть ли не до ночной службы, нужно донести этот смысл, сказать о Пасхе, о спасении, о Христе, о жизни и смерти, и вот даже два слова, я верю и знаю, что всегда доходят до сердца человека, поэтому здесь, вот, понимаете, все вот так должно быть устроено, и это очень хорошо, что в сердце русского человека всегда есть это желание и стремление посетить храм Божий, и хорошо, что храмов становится больше, и хорошо, что, и не правы те люди, кто говорит, что они будут пустые, или пустые стоят, ничего подобного нет, всех приглашаем, вместе приходите в праздник верного воскресения, в сам день Пасхи, в дни великих страстной седмицы, посетить храм Божий, и вы увидите, сколько человек искренне приходит туда, по зову своего сердца, что делать дальше, ну я думаю, что будем молиться сугубо о том, чтобы Господь просветил каждого пришедшего, и даже, может быть, противника любого действия, Божьего, чтобы Господь просветил, вразумил, и своей божественной благодатью и сердце бы человека озарил, я думаю, что это будет и в пасхальные дни, и в дни страстной седмицы, и хотел бы всех призывать такой вот сугубой молитвы, потому что наше дело христианская молиться, а дальше Господь все будет устроять и совершать. Ну, знаете, еще на какую тему предлагаю проосуждать. Настроение поста это все-таки такое время определенной средоточенности, может быть, приобретение таких полезных навыков, и отказа от вредных привычек, и усиленных молитв, участия в службах, и этому способствует и особое богослужение великого поста. Но вот как сделать так, чтобы пост закончился и вроде как выдохнул, и все, и жизнь началась? Да? Чтобы не переживать это состояние как некое то, что надо пережить. Вот. И чтобы вынести из этого времени максимум полезных вещей, которые вообще, в принципе, у тебя удалось сохранить. Вот. Но и как сохранить пасхальную радость потом на год вперед? Все-таки это такое некое центральное событие, всех христиан. Да, согласен с вами. Согласен с вами. Но вообще пасхальное чувство у нас должно быть присутствовать всегда. Вот даже сейчас идут дни Великого Поста, и во многом некоторые богослужения такие, знаете, знаковые там, которые благовещенные. Вот недавно совершалось, да, воскресный день. Тоже чтимый и любимый праздник русским народом, да, русским человеком. Вот впереди события, они вроде бы кажется, что ну абсолютно окрашены в темные краски внешне. Но на самом деле это не так. Внутри вот это вот пасхальное эмоциональное напряжение, оно присутствует. Вот все-таки христианская жизнь и Евангелие, выстраивание жизни через, и взгляд на жизнь через призму Евангелия, это всегда это всегда пасхальный настрой. Это пасхальный настрой, который сопряжен с молитвой, с благодарностью к Богу и, конечно, с исполнением наших христианских обязанностей, которые приносят нам огромную радость и, не побоюсь этого слова, удовольствие. То, чем нас учит Святое Писание, то, к чему нас призывает Господь, то, к чему нас зовут святые апостолы, ну и в целом, чем жила и живет предание церкви. Это доброе дело. Впереди нас вот пост, и мы вот начинали вот вот это начало подготовительной недели и весь пост с того, что общались тоже с журналистами и говорили о том, что вот надо понять, что пост это не просто время, что вот все сел там, ничего не делают, это как раз-таки наоборот призыв к совершению добрых дел. Это вот прямо, знаете, такая стартовая площадка. Вот где открываются дела любви и вот где одновременно открываются многие искушения, испытания, и вот где ты можешь поработать над собой, а не так, что вот давай, давайте, Димитрий, сейчас над собой поработаем, не будем есть. Не постное, но будем, давайте картошку варить сидеть, ее есть там. Я не знаю, что, как работать над собой по-другому, если ты ничего не делаешь. Вот тема Великого Понедельника проклятая смоковница, проклятие Иисуса Христова смоковницы, да, знаете, зачем ее проклинает, да, Господь? Он смотрит там, значит, плодов нет, а листья есть. А один из евангельцев говорит, ну, как бы еще и не пришло время плодов-то, понимаете, да, на улице нынче у нас, конечно, снег выпал, но вроде как конец апреля скоро, да, вот, еще рано яблокам там свести, да, или чтоб они там зеленели, а Господь раз, и то, что ничего не нашел, они проклинают ее. Это пороческое действие, что всякое бесплодие рождает проклятие. Вот если ты там, апостол дальше, потом в другом месте пишет, если ты любви не имеешь, и дела любви не совершаешь, ты вообще медь звенящая, ну, ты человек никчемный, вот, ты здесь не должен быть, если ты ничего не делаешь. И поэтому в этом смысле, конечно, пост, сопряженный с молитвой, он должен, безусловно, быть сопряжен с добрыми делами, как и вся жизнь христианина. Ну, вот у нас в Епархии, например, по благословению нашей владыки, уже не первый год такая проходит, можно это назвать, акция, называется «Верим, действуем». Вот прям ключевые слова, понимаете, верим, не то, что верим и бездействуем, да, а верим и действуем. И вот, например, совсем скоро, вот в эту субботу, 20-го числа, в 13.30 у Медгородка здесь пройдет первый субботник. Вот сейчас тема субботников вообще не только для нашего города, для всех городов и населенных пунктов актуальна. Давайте к Пасхе свой город приберем, место, где мы живем, территорию храма. Там, где мы видим, что после зимы осталось вот это последствие, это, кстати, современной цивилизации. Вот, отличное, доброе дело. В субботу у нас здесь будет, к этому же приглашаем подключиться все города. Кто нас смотрит и знает, давайте это сделаем. Замечательное, доброе дело. Но на нем не будем останавливаться, там сегодня сделали, а завтра, кстати, светлая неделя. Надо это продолжать. У нас вот это существует, и мы очень рады, что к этому подключаются молодежь, вузов, студенты, православная молодежь, казаки, приходы храмов. Там, вот, в прошлом году много трудились здесь, вот, где мы с вами фактически рядом находимся, старинное Ивановское кладбище. Многие там могилки действительно уже находятся в таком запустелом состоянии, и все это прибирается. Красота, замечательная, и люди вместе сплачиваются в один коллектив. Чем не пасхальная радость? Как сохранить дальше пасхальную радость? Жить пасхальной вестью, жить Евангелием. И вот в таком ритме, в таком ключе это никогда не пройдет. Вот мы сейчас молимся, молитва Ефрема Сирина, вспомните о том, чтобы Господь из нас духа праздности убрал. Вот как его убрать? Когда ты лежишь на диване и смотришь телевизор, он никуда не денется, дух праздности. А он может деться тогда, когда ты активизируешь все свои силы, когда ты мобилизуешься духовно и покажешь, что ты христианин по-настоящему. Поэтому вот, например, мы всех жителей города Екатеринбурга близ лежащих окрестностей, районов, приглашаем в эту субботу в 13.30 к медгородку приходите сами, возьмите с собой все, что надо, потрудимся, а дальше вступим в Дни Старственной Седмицы и будем продолжать трудиться вместе. Вот вам уже начало Пасхи. Оно уже давно началось и продолжается и развивается, как тот огонь, который в Великую Субботу получают верующие христиане всего мира, это символ евангельской благовестии, которая охватила весь свет и согрела его и направила его в нужное и светлое и правильное русло. Приходите, вот у нас такая акция, такое действие будет совершаться. Верим, действуем, этим и живем. Всех приглашаем. Не случайно еще во многих городах и странах в день Пасхи совершаются такие общегородские крестные ходы, чтобы показать такую некую общность и чтобы празднование Пасхи было не просто где-то в храмах, где никто не видит, так сказать, никто не слышит, но слышат, понятно, наверное, все вокруг, потому что еще и звон колоколов, потом в течение всей Светлой Седмицы будут они звучать каждую, наверное, минуту на всех колокольнях храмов. Но, тем не менее, вот такие общегородские крестные ходы, они, конечно, тоже здорово поднимают и такое некое пасхальное настроение. Это замечательно. И дают показать, что верующие люди это, в общем-то, ни один человек, ни одна бабушка в храме, что это... Ну, конечно. Вот действительно, вы сказали правильную мысль о том, что каждый священник вместе со своим приходом архиереи в кафедральном соборах будут праздновать Пасху. Все соберутся на молитву, на богослужение. Храмы будут переполнены, мы знаем с вами это. Но это все будет вот так. И потом, ну, какая-то замечательная традиция, вечером все собираются вместе, начинается пасхальное, торжественное, праздничное вечернее, совершает ее правящий архиерей, епископ, да, или митрополит, сон духовенства со всей епархии, все верующие истекают со всех приходов и храмов. Это действительно торжество, это действительно Пасха, когда мы все вместе, все христосуются. И вот многие устанут ведь, да, ночь там, но вот как-то нету этой усталости. Все приходят бодрые духом, с отличным настроением, вместе с детьми и дальше совершается пасхальный крестный ход. У нас он традиционный, в городе Екатеринбурге проходит от Свято-Троицкого кафедрального собора по улицам города Екатеринбурга с остановками у некоторых храмов и часовин. Начинается он всегда так же традиционно в 16 часов вечера. И в этом году пасхальный крестный ход действительно приобретет еще и свою уникальность и значение, ведь все мы, горожане города Екатеринбурга, верующие люди, все, кто в этот день чье сердце откликнется на пасхальное приветствие вместе с нашим архипастерем, нашим владыкой, митрополитом Кириллом и соновым духовенством всей Екатеринбургской митрополии отправимся окрестным ходом до храма, который будет воздвигнут в ближайшее время святой великомученицей Екатерины возле площади возле театра драмы. Это действительно пасхальное торжество для нас. Город скоро обретет свое сердце. И вот оно уже начинает биться, это сердце. к нему стекаются вот как в сердце здорового человека стекается по сосудам кровь и оно наполняет его и вот дает импульсы. Вот такой же импульс сердце нашего города в духовном смысле тоже приобретает и приобретет. Был торжественный молебен, простите за тавтологию, торжества православия. Это было замечательное событие, которое вот ну как-то нас тоже внутренне настроило на события и на дни поста. И вот следующим событием, следующим таким откликом, следующим нашим общим молебном, общим молитвословием, когда мы едиными устами, как вот цитируют слова Божественной Литургии, будем прославлять Христа Воскресшего, все вместе будет, конечно, пасхальное, торжество, пасхальный крестный ход. И всех наших жителей города Екатеринбурга, и не только города Екатеринбурга, кто нас смотрит, всех приглашаем приехать в этот день, в этот вечер, вместе помолиться, и это тоже задаст свой тон, свое настроение, что очень хорошо, когда мы все вместе, мы чувствуем единство, мы чувствуем вот ту опору, тот духовный внутренний стержень, который и, наверное, как мне кажется, это верю, раскрывается для нас и в этом замечательном, прекрасном дне, прекрасном празднике, который наполнит наше сердце этим торжеством и великолепием. Всех приглашаем к 16 часам вечера в Свято-Троицкий кафедральный собор. Оттуда крестный ход пройдет до храма Святой Екатерины, до сердца нашего города. С этого святого места, с этого храма нашей небесной покровительницы город Екатеринбург начинался. И вот я думаю, что здесь будет вот это вот воссоединение таких внутренних, в каком-то таком духовном смысле будет настоящее торжество всего нашего города. Это действительно большая радость и к этой радости мы приглашаем приобщиться каждого жителя города и я думаю, что никто не уйдет в этот день, в этот вечер неутешенным. Все обретут и почувствуют радость о Христе воскресшем. Всех приглашаем, всех зовем к 16-ти к Троицкому собору вместе двинемся по улицам города Екатеринбурга к будущему храму Святой Екатерины. Как говорится, даст Бог, доживем. Доживем? Куда мы денемся? Спасибо, батюшка, за то, что сегодня пришли в нашу программу. Напомню, это был священник Данила Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Благодарю всех, кто смотрел эту программу и до встречи в эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова